Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и стартовали, стартовали ивенты ко дню рождения Блица и давайте будем говорить о том, который меня сейчас очень сильно удивил. Бюро находок. Раньше все говорили, что это будет исключительно донатный ивент и ребята, те которые не донатят в игру, ну в принципе ни на что не рассчитывают. Но ребят, оказалось, что все не настолько прям плохо, как могло бы быть. Есть возможность получить данные звоночки, не вкладывая реальных денег. Это первая новость, которая меня обрадовала. Вот появились наборы в бюро находок в магазине за голду. И вот допустим, покупая себе Чифтейна за вполне адекватный ценник в 15 тысяч золота, вы получаете 86 звоночков. Если купите себе Тайпа или Типа 57 за 8 косарей, тоже кстати вполне адекватный ценник на восьмерку, то получите 46 звоночков. Что в итоге получается? В итоге получается, что звоночки можно взять себе за голдишку, которую вы фармили, а не за реальные деньги. При этом прикупить себе какую-то из машинок. Главное, чтобы вам хватило, допустим, на отсутствующую у вас юшку какую-нибудь. И в целом, ребят, это тоже какая-никакая, а все-таки халява. Понятное дело, что вот эту великолепную коробочку, в которой есть огромное количество танчиков на выбор и кроме танков отсюда ничего не падает, причем начиная от седьмого левела и практически все машины в этом списке действительно годные, на коробочку вам однозначно не хватит, потому что 850 звоночков накопить нереально. А вот что касается чего-нибудь подешевле, и даже вместо юшки вы можете взять себе Черчилля, допустим, если вам нравится британский стиль игры. Короче говоря, ребят, эта новость, по-моему, довольно неплохая. Плюс к тому, что меня удивило, что на стримах Анна Тортик и, по-моему, там был Артем Нонейм, сговорили по поводу того, что это будет донатный ивент, и, помимо того, показывали скрины, на которых юшки отсутствовали. Были только вот эти три машинки, а именно Черчилль, Кунзепанзер и П4306, и была там всякая рода дребеденька. Здесь же, ребят, немножечко все переигралось и добавили все-таки коллекцию юшек. Ну, в общем, друзья мои, есть чем халявным поживиться, если вы готовы по адекватным ценам приобрести себе какую-нибудь из вот этих вот машинок, а здесь выбор, в принципе, есть. Ну, вот я, допустим, не имея у себя на основе, к чему присмотрелся бы, я бы присмотрелся однозначно к Е25, я бы однозначно присмотрелся к вот этому вот товарищу Чифтейну МК6, если денежкам позволяет. Ну, и я бы себе рассмотрел для удовольствия от игры, я бы посмотрел себе на АМХ, но все-таки машинка немножко устаревшая, хотя у меня на основе данные машины есть. Какие машины я бы, в принципе, рассматривал крайне, крайне аккуратно к выбору, так это однозначно Т-2020, который на сегодняшний день слабовато играет, ну, и, в принципе, это неудивительно, что его продают за 5000 золота, а это все-таки, как ни крути, восьмерка. Я бы очень, очень осторожно подходил к приобретению себе того же самого Т-55А, потому что далеко не каждый игрок сможет совладать с данной машиной и со всеми нюансами, которые она приносит. Ну, и плюс к тому, ребят, если уже брать что-нибудь дешевенькое, то я бы, наверное, брал себе, ну, не знаю, того же самого Тайпа 62-го. Машинка довольно прикольная для своего седьмого уровня. Вот так вот, ребята, получается, что порой халява выскакивает там, откуда ее не ждали. Ну, а вы, ребят, забегайте обязательно ко мне на канал. Ну, а для того, чтобы не пропускать видео на этом канале, обязательно на него подписывайтесь по желтому шильдику в правом нижнем углу. Я стараюсь ради вас и желаю вам мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok